Я не могу похвастаться научными реганиями в области видео или просто игр, потому что это для меня работа и хобби, сфера моих научных интересов лежит в филологии, и так что я изучаю финистскую литературную плечку и пишу на эту тему диссертацию. А сегодня я хотела вам рассказать про настольные ролевые игры, не совсем то же самое, что видеоигры, хотя они связаны друг с другом, и в первую очередь, и как это связано с женщиной и в целом финистом. На данный момент я хотела бы узнать, насколько рано мне нужно начинать, кто знает, что такое настольные ролевые игры. Я не знаю. Точно. Насколько хорошо знает, просто в принципе знает, что это существует и как оно выглядит. То есть ты берешь на себя роль персонажей и говоришь за него? Ну что-то в этом можно. Видишь, мы в это играли. Например. Например, но далеко и давно уже не столько. Тогда немного расскажу, начну чуть с небольшого исторического экскурса. Настольные ролевые игры, как в том виде, в котором они сейчас довольно разнообразные в поле, но в том виде, в котором они существуют, они родились из Wargaming. Очень старая, практически супер, не знаю, но существует столько, сколько существует война как таковая, поскольку стратегии и тактика чаще всего отрабатывались на чем-то, что потом стало солдатами, войсками. Мы можем вспомнить игры в солдатики, начиная с очень... То есть этих солдатиков находят в очень ранних захоронениях. Вот, однако, той самой игрой, с которой родились настольные ролевые игры, был Warhammer. Одна из самых популярных к 70-м годам стратегических Wargaming. В какой-то момент людям внезапно стало интереснее играть не за войска, которые они ведут в бой, а за лидеров каких-то героев, которые так или иначе больше как единичная какая-то сила воздействует на поле боя, чем какое-то количество юнитов, которых нужно общиться. Первой была Chainmail, система, которая позволяла это делать. Следующей за ней действительно была Dungeon & Dragons, Подземелье и дракона. И, в принципе, вот эта вот индивидуальная вовлеченность в игру и сделала настольные ролевые игры настолько популярными. Потому что была возможность взять и сделать, ну, на тот момент еще, конечно, не всех, кого хочешь, но гораздо более какого-то персонажа, который близок к тебе или на котором ты хочешь что-то попробовать. Да, там, не знаю, добрым, злым, хитрым, слабым, но хитрым, сильным, но тупым. Вот, поскольку все это позволяло в целом понять, что такое, что такое персонаж и что ты с ним будешь делать. Настольные ролевые игры в данный момент разделены в каком-то смысле на те игры, в которых присутствует система и на игры, в которых можно играть без системы. Ну, а система — это, собственно, правила игры. Ну, то есть, что как что обсчитывается, какие у кого роли, ходы, классы и так далее. Но существуют словески, в которых, в общем, все завязано на том, как люди будут друг с другом, как они договорятся фактически о том, что между ними происходит. Существуют форумные игры, существуют просто текстовые ролевые игры, в общем, разнообразие полно. Но я буду говорить именно о классических системах настольных ролевых игрок. Да, не о словесках, не о форумках, не о текстовых, потому что, в целом, текстовые чаще всего происходят между двумя людьми, и это порой очень особенный тип отношений. Форумные ролевые игры — это, в общем, как это родилось из Wargaming, в которой в основном играли юноши более или менее десоциализованные, да, которые социализировались между собой. И юноши, у которых были деньги на то, чтобы покупать фигурки, раскрашивать фигурки, место и время собираться, так это перекочевало в настольные ролевые игры. Это стало такой мальчуковый вотчин, да, мальчики, которые не очень успешны в спорте, там, возможно, в учебе, которые занимаются, с которыми никто особо не дружит, они дружат друг с другом и занимаются вот ролевками, в которых они могут быть успешными, крутыми, классными и так далее. И в то же время, да, в принципе, из-за того, что это все происходило в средневековье, произошло возрождение фэнтези, и так как настольная ролевая игра, она не может происходить нигде, да, то есть это не просто, не знаю, набор персонажей, которые, не знаю, in middle of nowhere взаимодействуют друг с другом. Вокруг не существует какой-то мир, да, придуман, чаще всего придуманный, нереальный. А откуда взять мир, в котором вы будете играть? То есть куда вы придете со своими персонажами, где они окажутся, какая у них биография и так далее. Книги, фильмы и производители на сторонах ролевых игр представляют огромный вариант, огромное поле для деятельности, можно выбрать практически любой мир от научной фантастики до зомби-апокалипсиса и так далее. Но так как все эти миры были созданы и вдохновлялись книгами, да, и фильмами, от «Властелина колец», там, истории о короле Артуре до, в том числе, видеоигр в итоге, все штампы, которые вы можете себе представить касательно женских персонажей, дружно перекочевали в настольные ролевые игры. Не столько за счет производителей, сколько, потому что 70-е и 80-е годы в США это еще взлет второй волны феминизма, и наоборот, если вы откроете любую книгу правил того времени и того же ДНД, там всегда постулируется, что мужчины и женщины в этом мире примерно равны и не отличаются физически друг от друга достаточно, чтобы они обсчитывались по-разному. То есть, если у тебя сила, там, 12, то ты, что мальчик, что девочка, ты не сможешь поднять меч, если требуется силу 16. Неважно, какого ты пола. И у девочки может быть сила 16, у мальчика может быть сила 12, и он ничего с этим мечом сделать не сможет. Но в игры играют люди. Люди, которые привыкли к определенному типу мышления, которые выросли в определенном социуме, поэтому в игры они привносят очень много того самого, что мы видим вокруг себя. То есть, представить себе мир с подземельями, драконами, магией, кучей разнообразных разок оказывается проще, чем мир гендерного равенства. Серьезно. И как бы... И, в общем, это не то, чтобы не волнует те, кто делает игры, но если мы посмотрим на фигурки, на иллюстрации те или иные, и мы поймем, что, в общем, не то, чтобы они согласны, но они не видят ничего страшного в том, чтобы заковать кого-то в броню, а девушек раздеть, вот, насколько это возможно для фигурки, примерно такого размера. И в этом случае... И многие настаивают, что реализм... Мы это можем видеть на примере, не знаю, того же ведьмака, что реализм это... Когда женщин угнетают, когда они не могут делать то же самое, что и мужчины, что их не может быть в армии, их не может быть... Они не могут быть воительницами, они не могут быть тем-то, они, в общем, у них обычно вспомогательные роли и так далее. Соответственно, учитывая, что, да, изначально настольные ролевые игры были придуманы мальчиками для мальчиков, в первую очередь, что эти стереотипы в жизни, как бы, никуда не делись, и учитывая, что их принесли в настольные ролевые игры, для девушек до сих пор эта зона интересна, но я сужу по собственному опыту и по наблюдению за сообществами, в которых публикуют заявки на что-то... Мастер ищет партию, партия ищет мастера. Девушек я видела за несколько лет, заявок я внимательно читаю, ну, раза три. От девушек, именно которые хотят играть. Вот, а заявление, что кто-то мастерит, я не видела ни одного. Вообще, я серьезно. Сколько я предлагала кого-то, когда я рассказывала о каких-то настольных ролевых играх? Да, я бы поиграла, но ты можешь водить. Нет, я боюсь. Садиться в место с мальчиками за стол бывает чревато, потому что существуют некоторые... Хотя не обсуждаются в сообществе настольщиков, там, когда партия играет против мастера, мастер играет против партии, когда там внутри партии расколы и начинаются внутриквартийные конфликты. Но все это существует, и это бы не стало осуждаться, если бы этого не было. Довольно часто ищут именно девушку в партию для того, чтобы она принесла мир и спокойствие другим игрокам, чтобы как-то уравновесить мужскую энергию женскую. Я абсолютно серьезно, я видела, мы хотим, мы ищем девушку в партию. Вот, почему. Многие спрашивают, зачем именно девушку? Ну вот, как-то у нас одни сосед партии, мы как бы хотим, чтобы кто-то был женского пола. Вот, это то есть не потому, что нам... То есть вообще искать игрока по полу, это довольно странно. И это опять же не то, чтобы восслабляется, но оно случается. И когда девушки играют, довольно часто, как и в видеоиграх, они приходят за юношами, с которыми они встречаются. Они вместе приходят играть. Вот, и чаще всего вместе с юношей же уходят, если они играть прекращают. То есть такое для них совместное времяпрепровождение. И девушки, которые именно играют на столке, я не хочу сказать, что их нет, их просто гораздо меньше видно. То есть можно узнать, что кто-то играет, и что кто-то вводит, и так далее. Но они будут вот в своем небольшом кругу, в котором они уверены, и с которым они будут чувствовать себя спокойно. Так как реализм все больше и больше завоевывает популярность, да, то есть реалистичность, да, обычно реалистичностью называют кровь, кишки, убийство, насилие и так далее, то и девушки, которые приходят играть в такие партии, сталкиваются с шутками про насилование, что вот, ах, аха, вот сейчас тебя на дороге поймают, и сама знаешь, что сделают. Сталкиваются с тем, что, в принципе, да, они становятся объектом скорее романтического интереса, чем дружеского. И, в общем, это не сильно помогает, да. Ну, и, как я уже сказала, неуверенность в своих силах в плане мастерения тоже очень сильно мешает тому, чтобы вот это хобби стало более общим, чем вот какой-то комьюнити мужчин, чем в общем пространстве. Действительно, мастера игры, на них ложится очень, скорее, больше, я не могу сказать или оценивать, очень много работы. Просто придумать, там, придумать персонажей неигровых, придумать сюжет, придумать, как будут реагировать мир, какие варианты развития событий, или просто быть готовой к импровизации, что тоже, в общем, может напрягать, что вот, а вдруг там что-нибудь произойдет, а я буду не готова. Хотя, сколько я читала руководств для мастеров, там, говорит, ну, спокойно, импровизируйте, и никто не заметит, сколько я водила, никто не может отличить готовила это развитие событий, или я такая, ну, давайте будет так. Вот придумала МПЦ, придумала целую сюжетную ветку, потому что надо что-то придумать и что-то сделать, и, в принципе, я не думала о том, что может так произойти. И в итоге и социальные, и все остальные прекрасные наши фастеры делают для девушек настольные ролевые игры некоторым желаемым, насколько я могу судить, но при этом хобби... Оно, кроме того, занимает много времени. Партия может длиться от 4 до 100, пока вы все не зачинете часов. И для этого, то есть за это время, учитывая, что, да, на женщинах обычно лежит двойная нагрузка, помимо работы еще дом, помимо учебы еще... То есть за нее никто не помоет посуду, не приготовит еду, не знаю, не посидит с ребенком. В итоге это занимает время, откуда его взять, как минимум. Денег, как раз чем хорошо настольные ролевые игры? Деньги особенно. Ну, то есть, если ты не хочешь вкладываться, то можешь не вкладываться. Там нужны, собственно, ручка и листочек. Может быть, принтер для 4 листочков. Больше ничего не нужно. А, кубики. Но они очень дешево стоят тоже. Если это система с кубиками. То есть это очень не затратный хобби по части денег, но очень затратный по части времени. И с этим... Это время чаще всего у женщин мало или нет. И в итоге это все превращается по-прежнему в такое довольно-таки замкнутое место. Но, казалось бы, зачем в них играть? Ну, то есть, ну, не играем мы в них и чё. Это... Я не буду говорить о пользе. Скорее, это то занятие, которое позволяет разгуляться фантазией. То есть это творческое времяпрепровождение, с которого в общем... То есть многие ли могут похвастаться, что у них есть творческое хобби, в котором они раскрывают весь свой потенциал. Это то, чего многие хотят, но не имеют возможности делать. Не знаю, кто-то хочет рисовать, но нет времени. Кому-то хочется писать рассказы, но что-то не выходит. Настольные ролевые игры — это прекрасный полигон для того, чтобы сделать все творческое, что вам хочется, и оно все пойдет в дело. Нарисовать аватарку своего персонажа. Создать дневник, писать письма своим родным в другие города, если они у вас есть, если вы их придумали. Завязать отношения романтические или дружеские с неигровыми персонажами. То есть практически все, что вы хотите придумывать, там можно сделать. Вообще все. Как в любом... Вы можете создать даже свой мир. Многие создают свои миры и свои системы, потому что при всем многообразии не хочется брать готовое, хочется сделать свое. И при этом с вами будут рядом сидеть люди, которым тоже это интересно. Это не так, что вы сидите в одиночку перед белым листом и пытаетесь преодолеть страх белого листа. А рядом с вами сидят люди, которые будут вас поддерживать. Им интересно, что вы напишете домой родным. Что вы о них расскажете. Им интересно, какого баллада споет о них бар, и они готовы вам помочь. Им будет интересно, впечатлит ли ваша картина покупателя и заработают ли они деньги на следующее приключение. Так что, это в том числе социальная поддержка, если это, конечно, хорошая партия. Но опять же, из-за того, что это хобби, у вас никто не обязывает сидеть рядом с людьми, которые вам не нравятся. Вы пришли, посмотрели, поняли, что вам здесь некомфортно, ушли искать другую партию, это довольно все популярно. Не обязательно зацикливаться на чем-то одном. И это пространство для творчества, на мой взгляд, то, чего и социального общения, то есть ты приходишь играть с людьми, обычно ты с ними завязываешь какие-то более-менее приятные отношения. Ну, получается, интересно, можно искать партию среди чужих людей, этого есть свои преимущества, можно отыгрывать страшную, коварную злодейку, и никто из знакомых не подумает, о вас плохо. Можно с подругой или с друзьями устроить совершенно потрясающие приключения, которые подарят вам опыт, который вы больше нигде не найдете, потому что книгу уже кто-то написал до вас, а то, что происходит с вами за столом, никто, кроме вас, вот тех, кто собрался, придумать не может. Она всегда уникальна, она только ваша, и можно сравнить это в каком-то смысле с театральной импровизацией, но театр обычно рассчитан на кого-то еще. Здесь вообще только вы. Все это рассчитано только на вас. И, на мой взгляд, именно поэтому мне жаль, что в этом хобби мало женщин, и, на мой взгляд, стоит работать над тем, чтобы как-то его, даже если не популяризировать, то делать более безопасным, что ли, и показывать, что это не только для юмошей. И, конечно же, если вам еще интересно слушать, я хотела рассказать о том, что вот все стереотипы, которые перекочевали из средств других видов искусства, настольные ролевые игры, их очень тяжело преодолеть. Я это поняла на своем опте, когда я вводила игру, очень тяжело выйти за пределы штампов, которыми просто все вокруг тебя пропитано. Сложно придумать завязку нетрадиционную, в которой, не знаю, не будет дамы в беде. Даже когда ты поставишь на место даму юношу, все равно что-то то же самое получается. То есть получается из-за него переживает какой-то, может быть, женский персонаж, или что-то, ну, тяжело идет. Сложно ставить женщин на главные роли, потому что автоматически в голову приходят мужские персонажи. Тяжело придумывать какие-то обстоятельства, в которых это будет выглядеть естественно, в том числе потому, что, ну, да, реально все вокруг завязано, вокруг мужских персонажей. В лоре чаще всего куча мужских персонажей, а ты пойди и придумай свое. Но чем дальше, если это действительно цель, тем проще. И не то, чтобы я там могу написать книгу про собственный опыт, я могу только сказать, что, во-первых, мастерить это здорово, это позволяет рассказать самые сумасшедшие истории, которые появлялись когда-либо в голове сюжета, и посмотреть, что из этого может получиться. Во-вторых, что это в том числе покачивает мозг в плане поиска нестандартных решений. То есть, если ты стараешься, идешь к какой-то цели, и ты видишь отпрыгать людей, тебе гораздо проще дойти до этой цели, чем когда ты это делаешь в одиночестве, и не знаешь, как кто среагирует. Так что, несмотря на то, что существует множество препятствий, настольные ролевые игры — это круто, и несмотря на все то, что мешает в них играть, я бы хотела видеть больше девушек в ролевом комьюнити. Не только на полигоне их очень много, а вот на столах все еще у нас очень мало, и это приспорно, потому что это только консервирует вот эти все стереотипы, представления о и так далее. Если нас будет больше, мы можем придумать совершенно свои игры, которых еще никто не придумал. Спасибо. Спасибо. Спасибо.